Совет отцов в школе номер 40 был создан еще в 2007 году. С тех пор самые ответственные папы помогают учителям в работе с семьями, которые требуют дополнительного контроля со стороны общественных служб. На сегодняшний день в школе учатся 247 детей из неполных семей, 29 воспитанников детского дома и 10 опекаемых детей. Многие из них, как правило, требуют особого внимания. В этом году сознательные папы вместе с инспектором по делам несовершеннолетних впервые решили пройти по неблагополучным семьям. Проглем очень много. Это такие, как непосещение школы, это неуспеваемость. Сегодня у нас на заметке такие семьи, где родители состоят на учете в КДН за асоциальное поведение. Первый пункт назначения десанта отцов – один из домов в Центральном районе. Здесь проживает второклассник Саша. Папу и маму мальчика уже однажды чуть было не лишили родительских прав. Когда ребенка увезли в реабилитационный центр «Надежда», взрослые опомнились и взялись за ум. Правда, на этот раз они снова далеко не радостно встречают комиссию. Дмитрий Дмитриевич, дверь откройте. Давайте мы не будем врать. У нас здесь комиссия просто, и нам нужно попасть в квартиру. Нетрезвые родители даже толком не могут ответить, где в девятом часу вечера находится их сын. По их мнению, он все еще в школе. Как приходит? Если, извините меня, у вас здесь дома бардак, что здесь ребенку делать, скажите? Бардак, скажите. Вас лишать родительских прав? Лишайте, пожалуйста, сейчас. Хоть сейчас лишайте. Где ребенок находится, скажите? В школе. Прямо родной папа? Да. Второй пункт – улица Таежная. Здесь маленький Данила расписал свой дневник кричащей надписью «Мама, не бей меня». Но, к счастью, тревога оказалась ложной. В этой семье все в порядке. Возможно, с появлением младшенького Даниле просто стало не хватать внимания. Секрет понимания между отцами и детьми прост и звучит тривиально, говорит счастливый отец трех дочек Александр Толстяков. Нужно просто любить друг друга. Стараемся проводить время, куда-то съездить на каток или там поиграть вместе, отдохнуть на природу. В кино мама ходит с ребятишками даже на спектакль. Да, но самое главное, конечно, чтобы приятная обстановка была в семье. То есть отношения между папой и мамой – это тоже много значит. Декада отцов в Чите продлится до 29 октября. За это время Совет отцов должен посетить еще 13 детей. Ситуацию в особенно непростых семьях сознательные папы обещают контролировать лично. Светлана Тулунова, Максим Удальцов. Время новостей.